Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня меню блюдо, которое, по моему мнению, придется без исключения всем по вкусу. Ирландская рагу. Его можно было бы считать древним, даже историческим, но на самом деле, в том виде, в котором это блюдо получило жарчайшую известность, оно появилось сравнительно недавно. Дело в том, что Ирландия даже столетней давности, я уж не говорю о более давних временах, крайне бедная страна. Спасибо англичанам, которые проводили, по крайней мере, в течение тысячи лет последних, натуральный геноцид ирландцев. В результате практически тотальная нищета и очень высокая смертность от голода. Там чудовищное население произошло за какие-то последние 200-300-400 лет. Естественно, в таких условиях практически чуть ли не единственным источником питания было картофель. Мясо в ирландском рагу стало появляться только в самых обеспеченных семьях по праздникам, для того, может быть, 50-60 лет назад. Но да бог с ними с англичанами, да и с историей. Блюдо напоминает нашу простецкую тушеную картошку с мясом, но есть одно очень такое мощное отличие. Дело в том, что в ирландском рагу мясо и овощной набор к нему, исключая картошку, предварительно обжариваются, только потом тушатся. Итак, понадобятся баранина, картошка, сельдерей, лук, морковь и темное пиво. Сорт. Выбирайте на свой вкус. Поехали. Начнется в жарке мясо. Сначала, конечно, разогреваю растительное масло, а пока оно греется, займусь морковью. Нарезать на довольно крупными кусками, чтобы за время тушения не развалился об хлам. Масло разогрелось, мясо уже можно обжаливать. И сразу присолю. И добавлю черного перца. Важный момент. Мясо нужно выбирать от зрелого барашка. Если от Молдовы возьмете, развалится все в хлам. В тряпочке превратится, будет не то. И еще выбирайте лучше с костями. Вот шея, например, пройдет отлично. В ней много соединительной ткани и она от длительного тушения набирает соков влаги себя и мясо получается фантастически вкусным. Так, и надо добавить немного муки. Отлично. И уже перевернуть. Мука позволит получить более поджаристую корочку. Ну и затем при тушении отлично загустит соус. И вот эту сторону тоже. Посолю и присыплю мукой. Ну и надо остальных овощей нарезать. Сельдерей и лук. Тоже довольно крупно. Отлично. Меж тем мясо подрумянилось. Переложу его в горшок. Вообще говоря, удобнее всего готовить рову в чугунке. Но у меня его в Москве нет. Поэтому хожусь глиняным. Супер. Да, я приехал в Москву, но к тому времени, когда вы будете смотреть этот ролик, я уже опять буду находиться в Испании. На этой сковороде обжарю овощи. Не совсем до мягкости, но так, чтобы луковые сахара начали кармелизовываться. И периодически надо помешивать. Картошку я взял молодую, поэтому очистить не буду. Просто порежу пополам и будет нормально. Конечно, соотношение мяса к овощам у меня получается совсем не ирландское. Буду считать себя зажитищным ирландцем. Вот в таком виде эту ароматную заправку пора отправлять в горшок. Сочетание лука, моркови и сельдерея в зажарки. Это такая древняя классика. Ее, наверное, в гендертальце использовали. Отлично! Теперь сюда отправляется лавровый лист, розмарин и еще немного черного перца. И картошка. Теперь картошку присолить и добавляю пиво. Что касается количества пива. На мой вкус не стоит его лить много. Темный имеет очень яркий вкус и очень легко переборщить. А мне кажется, что тут лучше не доборщить. А вот недостаток лаги надавить водой. И этот горшок отправляю в духовку. Температура 180-200. Нагрев верхний и нижний. Время готовки не меньше полутора часов. Возможно и больше. Тут зависит от реальной температуры в духовке и от материала горшка. Причем у меня, конечно, готовится быстрее, но опасность подгорания присутствует. В глине подольше, но зато точно ничего не сгорит. Готовность блюда определите сами по виду картошки. Ну и по мясу тоже. Ждем! И вот такой результат. Ну, сказка. А посмотрите, какой густой соус, а? А, за стол. Чудо! Употреблять такую рагу нужно, конечно же, под ирландские виски. Мясо отваливается от косточек. Песня, просто песня. Ну, в основном я чапкать буду за кадром, но попробовать все-таки должен, согласитесь. Шея в таком блюде просто волшебна. Уж картошечка. Так. Вот этот кусок. Она мягкая. Та картошка, которая выступала над соусом, над бульоном, она подпеченная с таким классным ароматом. Ммм, фантастика. Да, продолжу после выключения камеры. Готовьте и приобщайтесь. Спасибо за компанию и всем пока.